Служу Отечеству. Эту фразу все присутствующие на торжественном собрании могут произносить честно, глядя в глаза. Среди них и ветераны, участники локальных и интернациональных войн и сотрудники правоохранительных органов. Но и в мирное время, сняв погоны или поменяв на другие, они продолжают служить родному городу и Кузбассу. Для Романа Орлова, ветерана боевых действий, награжденного Орденом Мужества, 23 февраля имеет куда более сакральный смысл. Он почти год отслужил в Чечне. Вернувшись, сменил боевое оружие на мирное. Сегодня работает в службе инкассации. А День защитников Отечества всегда отмечает всеми, для кого этот праздник не только всенародный. Все праздники отвечают в узком кругу. В основном со своими служивцами, либо, как правильно выразиться, с однополчанами. Ну и кто воевал, мы в основном все вместе собираемся. Сейчас все тихо-мирно, да? Вот как живете? Жена красавица. Все нормально, отлично. Что вы хотели пожелать всем? Самое главное, здоровья я хотела бы пожелать. И всех с праздником. Всех, кто воевал, служил или продолжает служить в следственных органах полиции МЧС, поздравил глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин и вручил представителям мужественных профессий именные награды. Мы предпочем долгу перед ними. Мы гордимся тем, что на страже российского государства стоят настоящие потреводы своего отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуется от стоятия. Спасибо всем за защитникам отечества, в разные годы служивших во всех силах страны. Сердечно поздравляю тех, кто сегодня исполняет свой воинский долг. Поздравляю с праздником призывников, будущих солдат России. Желаю всем легкого здоровья, благополучия, добра, счастья, удачи, успехов во всех делах и начинаниях. А главное, мира, мира на всей нашей большой и прекрасной земле. С праздником! Начальник военного комиссариата Геннадий Фефилов поздравил с праздником будущих призывников, кому еще предстоит примерить на себя военную форму, а также ветеранов военной службы, кто помогает готовить в стенах школ, училищ и техникумов будущих защитников отечества. Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повышение авторитета армии, престижа военной службы вносят ветераны войны и вооруженных сил. Их ратная доблесть служит примером для современного поколения воинов. Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успеха в благородном деле воспитания подрастающих поколений на традиции верности служения Отечеству. Приветствую и поздравляю вас, дорогие товарищи и боевые друзья с Днем Защитника Отечества! Для некоторых 23 февраля остается праздником тех, кто служит в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство горожан отметит его как День настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова. Главное, чтобы получатели подарков и теплых слов этого действительно заслуживали.